Баба Ищайт, привет! Всем нашим тоже плотный хай. О, всё, просыпается наш милый Котя. Девочка, кстати. Это девочка, если кто не знал. Мы играем за девочку, ребят, за тяночку. Мэй, Буровский, ты могла бы постучаться во входную дверь? Невежливо ходить по чужим крышам. Невежливо ходить по чужим крышам. В следующий раз я вызову полицию! Да пофиг. Хе-хе-хе! Как бы то ни было, я рад, что ты приняла мое приглашение. Кстати, что вы делаете? Охочусь за сумеречными звёздами. Что за сумеречные звёзды? Сумеречные звёзды — это название моей шу-гейс-группы. Гейс-группы! Что за сумеречные звёзды? Блуждающие звёзды, сверху свет которых не видно в ночи. Это как вообще? Это проделка атмосферы и солнечного света. Видимо, я всего лишь пару недель в году. Весной и осенью весьма красиво. Круто! Хочешь взглянуть? Да! Может позже? Да! Отлично! Дерьмо, мои глаза! Не-не, подождите. Давайте так вот, прям вот, чтобы больно было. Дерьмо, мои глаза! Ох, надо было поставить светофильтр, так что... Солнце светит ярко, можешь ослепнуть. А нельзя было предупредить! Только что предупредил. Нашла одну! Дай-ка мне взглянуть. Ох, да! Дор-убийца! Ладно, вот это интересно. А почему Дор-убийца? Дор прошёл мимо процессии короля Бер... Брени! Дор был тихо-молчалив, и король не затаил... Затаил на него обиду. Почему? Знать вообще странное. И что произошло? Брени... Брени оскорблял Дора, его семью, его село и т.д. Потом он опустился до оскорбления его куриц. Чёрт. Сначала Дор-убил куриц Берда. Затем его родовое село. Затем его семью. Обалдеть. А когда он пришёл к Брени, король молчал. Я сделал татуировку с этим парнем. Дор, по-твоему, герой? Определённо. Я не знаю. Я не знаю. Но это не важно. Мне кажется, ему наверняка раньше говорили, что он пустое место. История вроде этой звучит ничего так. Но это не вымышленные истории. Настоящие люди погибли. А тебе должно быть стыдно. Серьёзно? Хе-хе-хе! Ах да! Кастис! Что такое Кастис? Эта звезда повествует о женщине, которая построила башню до неба. И за это боги отправили её прямиком на дно моря. Ого, фигово вышло. Но даже глубоко на дне она отказалась умирать. Чертовски верно. Я знаю эту историю. Эта история буквально есть у меня в байках моряка. Она немного по-другому рассказывается, но суть вполне понятна. Женщина упала с высокой скалы в море на самое дно и не могла сплыть. Но она не потерялась. Она нашла рыбу, надавила её, и рыба, короче, выпукала в воздух, и она нюхала. Вдыхала в себя. Вот, и, короче, она прожила целый год под водой, нюхая рыбьи выпуки. Рыбак. Старый, юный, дом в их сердцах, а в лёгких угли возил трамвай неоднократно. Их прямо в шахту и обратно. Но оползень, потоп и шторм давали рыбам новый дом. Дорм? Прошу тебя, хватит подслушать. Лис Хипстер. Я Лис, я Хипстер. Я люблю слушать только музыку, да не таких, а всех не мейнстрим. Оу, е. Шевцов, блядь! Привет. Не, давайте его как-нибудь как Шевцов озвучим. Давайте как Шевцова... Как у нас Шевцова звучит? Привет. Вау, привет. У нас с тобой одинаковые футболки. Только наоборот. Вау, кто мог подумать. Откуда у тебя эта футболка? Откуда? Да, это какая-то группа или что-то типа того. Не, я сделал её дома, когда была в старшей школе. И вот после этого Шевцова пришла идея самому делать футболки с надписью говном ж. продавать говно. Мне просто понравился символ. Это нулевой символ, да? Не знаю. А что означает твоя футболка? Секретный символ божественной линии продавцов говна. Воу, что это? Подпольная торговля говном. Воу. Где это происходит? Повсюду. Садние дворы типа того. Почему я об этом раньше не знала? Это секрет, наверное, потому что нелегально. И некоторые после этого отправляются на больничные койки. Это клёво, это бесподобно. Это охерительно. Обалдеть, я должна это увидеть. Увидимся там когда-нибудь. Он хочет посмотреть, как торгуют говном. Сука, в контексте шестцового это смешно. Только он такой же маленький, посмотрите. О, Меллард, да ты береги. У него внутри крысы красноглазые. Это какое-то божественное проявление. Типа, как рождение порочного ребенка. Черт, вы самые милые крысы. Кто лучшие крысики? Вы. Похоже, вы голодны. Вот почему вы ничего не делаете. Я вернусь с едой. Не умирайте. Смотрите, ребята. Вот это, короче, моя лапа. А это мои подписчики сидят. Я такой подписчик. А подписчик такой. Это от удовольствия, ребят. Я не трогаю крысы интимные места. Да, у меня рука даже ниже не опускается. Вот, по голове, смотрите. Ну и ну, посмотрите, кто пришел. Ага, жива и готова к очередному дню. Как самочувствие. Был довольно неважным, но потом я погуляла по городу. И вроде стало лучше. Свежий воздух, но свежий настолько, насколько позволяет этот город. Восхитительно. Так что скажешь. Я просто скачал, у меня еще кучу дел. Мы пойдем на репетицию. Давайте, наверное, я просто скачал, у меня еще кучу дел. До скорого! Все, погнали. Бля. Ого. Это что, типа птица кидает руку солнцу, типа приветствует солнце, да, ребята? Я всегда хотел забраться на водонапорную башню, но потом какой-то парень погиб, пытаясь это сделать. Ну и ладно. Все равно взберусь. Возможно, оттуда я смогу увидеть Бридл. Блядь, да чего же у этой игры охуенная атмосфера? Я даже хз что сказать, ребят. Я могу спрыгнуть? Не, не могу. Ладно. У этой игры какая-то такая приятная атмосфера, хз, прям, знаете, ну, как-то говорят вайбы. Маленьким крыскам точно понравятся эти вкусные крендельки. О, как, Мэй. У тебя будет только одна попытка. Нужно просто застыть, когда он будет смотреть на меня. Даже если ты держишь крендель. Никакого движения. Это обычная психология. Ты уже воровала. Ты можешь сделать... Так, все, ребята. Сейчас вы увидите настоящее мастерство воровства. Я в свое время в Америке... Ладно, 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 ладно. Давайте я вам расскажу. Я в свое время в Америке, когда работал в аквапарке, пиздил из тамошнего холодильника кухни замороженный полуфабрикат, относил их домой и жарил, жрал. Вот. Типа там, знаете, котлеты на бургер, на бургер курицу, типа такого там, картошка фри. На это даже хуй забивали, ее вообще не считали. Вот. Это было в те моменты, когда в парке была уборка, и там не было посетителей, там были только работники. Ты можешь это сделать. Ну все, профессиональный вор в деле. Запросто. Ладно, начнем. Давайте поглядим. Ну-ка, он двигает так глазом, все. Я король воров и мошенников. Я величайший ворюга. Я все спишу всех. Все ваше станет моим. Так, что скажешь? Я просто заскочил, у меня куча дел. Ну, пойдем на репетицию. Перепет-пет-пет. Иди к би. Зачем? Я же с ней говорил уже, я со всеми поговорил. Зачем иди к би. Ты можешь пойти или с лисом, или с крокодилей Хайдела дело. А-а-а. Типа, кто мой друг? Да, кто мой друг? Ну, давайте узнаем у чата. Ребят, давайте чат. Грег. Би. Ну что, ребята, пойдем на репетицию. Находят свой путь люди и следуют за ними. Некие люди находят то, ради чего жить. О, ребят, суицидники, это про вас. Хей, чел, видишь ли ты ее вокруг? Видишь ли по сей день странная осень? Не успел даже заметить ее, она взяла и ушла. Осень. Порой ты не можешь увидеть кого-нибудь, пока он не уйдет. Но некоторые люди не знают слова стоп, они всегда идут вперед. так, хей, чел, видишь ли ты ее вокруг? По сей день странная. Не успела заметить даже, она взяла и ушла. Осень. Выйдя на улицу, арбор, я смотрел, как осень ушла, родня бросила ее здесь. Никогда не понимала, почему соседние дети сказали, что осень была страна чересчур. Она оставалась в доме там и осталась до сих пор. Эй, чел, видишь ли ты ее вокруг? Видишь ли по сей день? Осень, осень, странная осень. Не успел заметить ее, как она взяла и ушла. Странная осень. Осень, осень, осень. Довольно неплохо. Не, не. Довольно неплохо. Да, ничего так. Да, ничего так. Неплохо, учитывая, что я не знаю песни. Хей, 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 чувих. Ангус уезжает на ночь. Да, будет скучновато. Или точнее было бы, если бы у меня не было плана. Планов? Преступления. О, преступления? Ты готова к преступлениям? Хм. Если я буду соваться сбей, пойду спрошу. Само собой. Бля-ля-ля. Я не знаю Военным преступлением Короче, ребят, у нас сейчас буквально выбор между Короче, сейчас у нас в чате есть вот два типа людей Инцеллы, которые хотят, чтобы я потусил с кастичной крокодилихой Да, и милитари-челлы, мечтающие ступить чувака Которые хотят, чтобы мы потусили с лицами Которые хотят сегодня совершать некие военные преступления Короче, мы идем совершать преступления Преступления Сердце родного города 1972 года И нашли они его на окраине свалки Это огорчает Он долго пробыл там Это вгоняет грусть Правда? Я просто думал, что он был типа супер гнилый Блядь, ехидный гондон Я не знаю, что с ним такое Нет, я про запрошенные Соброшенные фудонки Да, это было настоящим шоком Чё за хоррис еврей? Короче, ребята, я вам сейчас Я могу предугадать, ребята, историю На самом деле, Лис Член ЧВК И он Сейчас будет флэшбэчить О своих военных преступлениях, да? Окей, я вдвойне в деле Я был слишком законопослушным И правда Мы хозяева этого города Почему мы не выходим? Короче, ребята, всё Лис Это на самом деле Жека То есть, смотрите Видите? Вот, он так же могёт Смотрите, смотрите, смотрите Видите? Это Жека, ребята Смотрите, ребята Видите? Видите? Смотрите О боже, что это за запах? Клей О нет, это Чё, кого, дамы? Ха, дамы Это старая берлока Ветеранов ЧВКшников Началось, ребята Чё, кого, дамы? Ух Грёбанный Стив Скригенс Хе-хе Ты всерьёз Только что изобра... Ты всерьёз Только что изобразил Пердёж? Хе-хе-хе Вы, дамочки Типа, потерялись? И вот тут Внезапно Жека Начинает говорить Своим собственным голосом Стив Стив Сделка Есть сделка Я не забыл Тогда где оно? В подсобке Я тебя помню, знаешь ли? Готов поспорить, что все помнят тебя Тот учитель засудил тебя Что ты здесь делаешь? Жду твою мамашу Отлично, Стив Такая интрижка Круто Я твой новый отец Сив, у тебя ничего не вышло бы с моей мамой Звучит как вызов Ясно Ясно Может покончим с этим? Эй, черт возьми Что? Кто-то закрыл эту гребаную дверь Черт возьми, это точно была Бет Или Леви Или отброс из поезда Итак Надеюсь, что они ничего не сперли Из заброшенного супермаркета С незапертыми дверьми Так что за этой дверью? Мы могли бы выбить ее Или я мог бы отберить ее с помощью отмычки Мне кажется, тут где-то есть ключ Да пофиг Нашла ключи Я хранитель ключей Сейчас открою вашу заднюю Сейчас я открою Вот-вот-вот, ребята, смотрите С чего кашнями, как говорится, поведешься Такой же стоишь Сейчас я открою ваши задницы Сказала она по кисячке Да, я слышал подобное о тебе Эй, дебилы, хватит пинать дверь Сейчас ноги себе переломаете Я не дебил Ой, прости, эй, дебилы, Грек Прекратите пинать дверь Я нашла ключи Где ты их достала? Наверху, в офисе Неудивительно, что это место Пришло в упадок Все оставляют ключи, где не попадя Именно так я и подумала Я печален, что мы думаем одинаково Я думаю лучше И тут внезапно мы понимаем Что мы оказались В подвале пиццерии Фазберон Где по слухам находятся Аниматроники В чьи тела вселились души убитых детей О боже, эти ребята Мне было одновременно и страшно И суперинтересно Когда они выставили их Они двигались Когда их разбирали Они казались такими милыми Не знаю, чел, они все еще огромные Мы были намного меньше Не знаю, чел, они все еще огромные Вот, когда их использовали Эти штуки были гигантскими Ок, давайте украдем одну из них Ок, давайте украдем одну из них Это вообще считается воровством? Лучше думать, что это воровство Круто Ты в порядке? Чувак, что? Я не могу выбрать Они все шикарные Берешь одну Такую уговор Давай быстрее О, дай мне выбрать Дай мне выбрать Ок, малыши, мы выбираем На самом деле еще не решила Лягушачья голова Свиная голова Свиная голова Свиная голова О, да, робот-хрюшка Похрюка 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 Для меня О, и О, и На сегодня яités Чувствую запах клея Мои соседи подумают Что я сижу на снарканте Еще пытаюсь склеить какую-нибудь хрень Так, окей Мы серьезно потащим ее на сам круто будет но ты ведь помрешь серьезно не убивай меня следи за мной сигналы ясно понятно блять нет я лису убил прости за это это было типа чудесно но я рада что ты не убился я бы точно провел свою первую жизнь на этой лестнице отправляемся до так стоп 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 да блять я начат отвлекся я не больше я посмотрел начат на секунду все все нормально думаю я что-то вывихнул вот идем как починить эту штуку ангус приедет только завтра вечером так что я займусь этим ппж хочешь пойти перекусить еще как жаль что ты не сломался позвоночник жаль что те не оторвало руки хотя не порвало на части жаль что ты не свалил с лестницы не выбила себе зубы для что тени придавила коробкой жаль я не закончила и затем пожар здание не шок тебя заживо жаль что ты не заползла вентиляцию сбегая от пожара и не сварилась ты ах славные времена все еще чую запах клея думать чем-нибудь га я не могу кажется торкнул от клея думая чебурека в колледже где-то училась были чебуреки это церковь продавал их во время какого-то праздника фестиваль нескончаемых чебуреки йоу чувак что открой рот зачем доверься мне вот она дружба ништак не шевелись на самом деле такая же есть мини игра она появится во второй части night in the woods только будем уже играть за медведя ладно какой мы чебурек затем давайте с перчиком ай блять о боже горячо блять подожди на о боже горячо блять ну давай другой чебурек смотри вот давайте вот этот блять еще на покончены как будто смотрите о боже горячо чебуреки кончились чёрт знаешь большинство варенька прилетело мне прямо в лицо блять извини кажется меня может стошнить настоящая дружба позволь своему другу настоящий бро вы знаете как понять человек гей или нет он использует бро в своей речи если чел использует такой бро то он любит принимать семенную жидкость себе в рот да настоящий бро ощущение будто впервые когда мы смогли затусить вместе ну и как она хватит писать бро в чате челы грэнг с агнусом наедине остались и с друг с другом а протеином обменялись о дождь серьезно а чё так классно ребята чё так классно а с каких пор такая классная атмосфера стала в игре прям прям на балдеже ребят не считаете хэй биби эй мэй как дела много каменной соли которую надо перевести который приехал рано в этом году и дохрена лопа для снега обычно мой оптовик так не ошибается может быть это все из-за погодных волшебников а правдоподобная теория ну что как поживаешь хочешь потусить сегодня эх я работаю если хочешь типа прогуляться со мной по хайду мы пойдем в хунгик погоняем мечи в лунку мэй это вообще-то хорошая идея но прости у меня работа боже в чем вообще смысл зарплата аренда еда лекарства и все такое . так что ты хочешь пойти или нет а вот все ну тогда пойдемте сейчас другие поболтаем у вас есть акцент откуда вы из россии нихуя как вы оказались здесь я бы шесту по великой восточной лиственной тропе у вау как она это сложно но красиво она про хочет 6 статов верно я сбился со счет да россия не смогу себе представить что хожу так далеко водит говорит что здесь есть парк магазин верно о нет его нет раньше здесь был сейчас здесь стек фэлка вы знаете могу пополнить запасы я имею ввиду стек фэлка чувак я могу найти там что-то дача у них там много крутых вкуснях вероятно все из них скоро портишься хотя скоро портишься это не главное все мы скоро испортимся все испортится ты не можешь просто отказаться от вызовов на дом не а почему это называется работой мне за нее платят в идеале по крайней мере ты идешь здесь что-то около подъездной дорожки ага она старушка у него дворе из всякой страны дерьмо это что-то типа мельницы да я никогда раньше здесь не была мы и баровский ты теперь официально здесь была это клёво спасибо что приехали так быстро без проблем я могу спать даже под 4 пожарные сигнализации но это печь мы посмотрим что можно сделать после того как джона не стал я не могу вынести этот стук понимаю джон был таким да понимаю джон был таким замечательно я что-то имела не то что я плохо с ним обращалась я посмотрел в интернете он не вонял ничего такого и вот вы не можете забрать мужу женщины просто потому что он мертв типа если я умру ты меня не будешь один фиг выбрасывайте дом у меня осталось все оставим да он это мило я ты тоже если бы умерла я тебя засушил ну типа мумифицировал во чтоб то не пахло до забальзамировал дома держал бы мне на стенку но рядом держал бы я бы тебя как до кимакуру в постели держал бы ну да итак печка ах да она здесь подвале звучит неплохо пойдем мы мы сейчас ненадолго спустимся пожалуйста не забудьте что мы там и не закройте нас что когда в прошлый раз отправили к вам работника вы закрыли в подвале я уверяю вас такого не было позвонил не из вашего подвала от вашего работника немного несло выпивка когда он пришел ко мне бабка маразматичка уйдет в мир иной обожаю жуткие подвалы с чего бы их не любить посмотри на это великолепие о боже сколько у нее мусора может быть у нее еще несколько мужей валяются в углу и и тогда выпуск и закончим с этим отправимся домой для бита крокодиль удочка раз не запрещено купить помещение есть такое так так би преступник ложь так это и есть печь спасибо за 150 рублей да это печь я решил назвать его кладки хорошо просто потуси здесь а я по-быстрому починю эту штуку просто не сломай ничего что я могу здесь сломать блин а как одни слушай крокодилика хотя бы реально работяга и и на самом деле можно выбирать потусить этот подвал полон всякого дерьма о боже ок это не займет много времени я могу помочь дня то почему я здесь что ты захотела пойти со мной просто расслабься и неплохо и вертипо нужно открыть свою компанию устойчивая турбина из мусора я закончила что дуя починила этого посмотрим что у нас здесь да мы починили мы что ты сделала и создала элегантное долгосрочное решение порой типы пожалуйста больше никогда ничего не чини проклятие нас заперли это случится глупая глупая в потолке с помощью чего и что мы будем с ней делать завалим кучу мусора встанем на нее и будем пилить круглую дыру в потолке как мультфильме а у нас ничего не выйдет с таким настроем внутри очень старый расшатанная ручка может я смогу придумать что-нибудь а я пока осмотрюсь найди посмотри все кучи мусора пиздец мы за шизу какую-то играем ребят поехали пиздец ну чё как успехи оп нет понятно паярим дальше и надо дядь только починили ахаха выкусит тупой кусок дерьма это было довольно громко ага удивляясь как я не услышал эту печь в городе вот и круто найдет слава богу и может быть слава мне и миссии миранда вы закрыли нас мисс миранда и дом взорвался на это было весело ага ты порядке отдала нам лимонад такая приятная ночь прекрасная тогда в чем дело ни в чем просто устала работала весь день а я такая активная рад за тебя ах ты такая скучная ага тебе нужна типа какая-нибудь магическая хрень чтобы ты показала чтобы тип показал тебе новый взгляд на жизнь дай мне знать когда это случится не хотел бы я пропустить такое это такая интересная мэй боровский нет мисс миранда интересно дедуле сказал чтобы интересно и ты нам токим я должна быть нет мисс миранда интересная типа мультицировала чувака ах ты куда более интересно в хорошем смысле знаешь должна сказать что этот вечер не был бы таким веселым если бы тебя не было рядом видишь хорошо что я поездка со мной я имею ввиду безусловно можешь увидеть все дерьмо и спички я могу выявить все дерьмо из кого угодно тебе нужно типа направить свою постоянную агрессию в полезное русло эх доктор хэн сказал все что что мне нужно подавлять и подавлять а не учиться справляться с он специально выгляделся как подавлять да хорошо как ты думаешь мисс миранда типа вытащила все внутренности своего мужа не это ли называется мунификации мэй я не знаю как ты уж тебе кишка тонка до такого неа возможно ее сердце крови обливался за смерть и мужа да нам нужно все обмозговать чтобы мы поняли ее намерение я поняла шутку мэй небось она тогда от страха костенела окей это уже надоедает для нее это были нелегкие времена я ухожу на это место у меня уже в печенках сидит прощай я ушла эй подожди нам это пойдешь пешком хватит быть такой желчный я звоню попу ладно это было очень смешно ребята действительно классный рут был с ней муах муах